Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя жена проверила меня, создав женский профиль и написав мне сообщение о том, что якобы мы встречались год назад, она до сих пор меня не забывает и хочет еще одной встречи. Я сразу понял, что это проверка моей жены, но решил подыграть и отвечал так, будто я не в курсе, что это жена. Но даже она сама назначила встречу, я сразу пошел на встречу, точно зная о том, что я там встречу свою жену, и чтобы доказать ей, что я точно знал, что это она, я прибыл к нам из-за встречи, сразу ей позвонил и сказал следующее, ну что, закончилась игра, она читала, чем ты. Я еще раз, ну сама призналась и давай, сначала колебалась, потом сказала, да, это я затеялась, сейчас подойду, и спустя 10 минут подошла. Я не понимаю, как можно так жить, мы в браке два года, а она до этого не запустилась, чтобы проверить меня, что мне делать так. Ну, вообще, первая мысль, которая у меня возникла, когда я читал ваше сообщение, вот, это то, что, ну, вот, такая веселая, в принципе, может быть, игра, где вы, вот, играете. Со своей супругой, ну, вот, такие игры, вот, и, честно говоря, ну, для меня лично, для меня лично, да, ну, это не выглядит чем-то прямо трагичным. Другой вопрос, что, вот, как-то по вашим словам, да, ну, по вашему тексту, я вот могу так предположить, что у вас есть обида, что вы, ну, чувствуете эту обиду, что как будто бы обида ваша, она больше этой ситуации, вот, понимаете? То есть, вполне может быть, вполне, вполне, вполне может быть, что это не первый раз, когда ваша жена вас проверяет, да, не первый раз, когда ваша жена, как-то, вот, так себя ведет, не первый раз, когда она так, ну, поступает, возможно, и вы уже в какой-то степени, да, ну, болезненно воспринимаете эту ситуацию, то есть, вы не можете воспринимать эту ситуацию по-другому, вас это как будто бы задевает, вас это как будто бы напрягает, и вот, если это так, то это уже проблема, вот. Следующий важный момент, на который, наверное, нужно обратить внимание, это то, а что думает вообще ваша жена по этому поводу, вот, потому что, если есть какая-то базовая, ну, базовая проблема, недоверие, да, то, на мой взгляд, ее нужно решать, на мой взгляд, на мой взгляд, базовую проблему недоверия нужно решать, и эта проблема, она, ну, не решается, пожалуй, только вами, эта проблема решается, в том числе и работой вашей жены над собой. То есть, если ваша жена не видит в этом проблему, если ваша жена не считает, что это проблема, вот, то вряд ли вы можете с этим, на самом деле, что-то сделать. И вопрос заключается в том, да, что, а будете ли вы, ну, как долго, например, вы будете это терпеть, и будете ли вы вообще это терпеть. Вот. Потому что, я понимаю, я понимаю, что вам может быть очень и очень больно и тяжело. В то же время, я не могу не спросить вас о том, как вы воспринимаете эту ситуацию. Ну, вот, именно вы как воспринимаете эту ситуацию. Как вы к этой ситуации сами в целом относитесь. Вот. Как эта ситуация вас задевает, например. Да? Вот. Ну, мы не будем, наверное, спорить с тем, что как-то вас эта ситуация все-таки задевает, да? Как-то она вам неприятна, эта ситуация. Вот. Я думаю, что вряд ли мы будем с этим спорить. Вот. Поэтому, на мой взгляд, опять же, ваша задача заключается в том, чтобы увидеть, какую проблему это вызывает у вас. Вот. Как-то, ну, предполагаю, что ваша жена в ближайшее, по крайней мере, время меняться не будет. Вот. Хотите вы этого? Или нет? Вот. Как-то, как-то так, пожалуй, я бы сказал. Это было с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и так далее. Вот. Потому как, ну, если вас, если вас эта ситуация задевает каким-то образом. Вот. То, на мой взгляд, ну, совершенно логично было бы, совершенно правильно было бы признать, именно признать, что проблема есть у вас в том числе. И решать эту проблему вам. Просто потому, просто потому, просто потому, просто потому, просто потому. что вы, вы, вы в этом, в той или иной степени, да, вы в этом как-то, ну, замешаны, да? Вот. Понимаете, да? Какая штука, какая штука. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, вот в таком, в таком ключе, примерно, вам можно ответить. Конечно, ну, вот, безумно жаль, да, что, вот, вы оказались в такой ситуации для себя. Для себя, вот, безумно жаль, что вам, вот, как, вот, приходится с этим, с этим сталкиваться. Вот. Тем не менее, опять же, вот, вопрос, да, вот, как много между вами, в общем. То есть, ну, хорошо, есть, вот, со стороны, ну, со стороны вашей жены, да, есть проверки. Ну, проверки, да, имеется, имеется в виду. Вот. Ладно. А как насчет, вот, того, что еще вас объединяет? Как насчет того, что, что еще вас связывает? Да? Вот. Если, вот, тут, понимание. Вот. Поэтому, вот, как мне кажется, на это имеет смысл вам обратить свое внимание. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь.